По словам многих жителей Кибастузы, на этой неделе участились звонки от якобы коммунальных служб города с требованием заменить прибор учета электроэнергии на современный. А для подтверждения согласия абонента и внесения его в так называемую базу получателей услуги по замене счетчика, просят продиктовать пришедший СМС-код. Как мы не раз уже рассказывали, граждане не всегда обращают внимание на то, что код приходит с сервиса получения госуслуг номера 1414. Диктую код, человек предоставляет мошенникам контроль над всеми операциями в личном кабинете сайта электронного правительства ЕГУ в КИЗЕ, что в дальнейшем может привести к краже денежных средств с личных банковских счетов или того хуже – оформлению кредитов и микрозаймов. Накануне подобный телефонный звонок получила и сотрудница нашего телеканала. Это съемное жилье, мы там поменяли. Сменяли на съемное жилье. Я по этому поводу и звоню. У вас тот счетчик, который ваш показатель стоматически на сервер энергосбыта передают или что? У нас энергосбыта нету. Что? У нас энергосбыта нету такого, как вы говорите. Такой организации у нас нет. Это главный офис энергосбыта, то есть контактного центра у вас беспокоится. Ваши постули, оно немного по-другому называется. Как называете? Если вы там работаете, вы же должны знать. Сейчас скажу. Сейчас секундочку. Если вы работник, вы же должны наизусть знать, а не искать у вас в компьютере. У вас этот офис, он у вас, во-первых, находится по адресу, сейчас скажу, Мухтара Уезова, дом 12. Называется «Эркебастус Энерго». Угу. А зачем мне съемным жилье менять кому-то счетчик? Вы тоже интересны. У меня нету квартиры. Зачем мне менять счетчик кому-то? Я, честно говоря, без понятия. Есть у вас недвижимость? Нет. У меня это никак не контактится. Ну вы откуда знаете мой номер? Зачем мне звоните? Чтобы уточнить, вы счетчик как будете менять? В порядке очереди? Или вы самостоятельно заслуживаете? Вы хозяйка квартиры. У меня нету квартиры. Я не хозяйка квартиры. Вы за светом пользуетесь, показания снимаете, платите за свет? Ну я у кого вот снимаю, я им плачу, вот хозяйке. Вот ей звоните. Как видите, настороженность нашего корреспондента не дала мошенникам продолжить разговор. Официальная обслуживающая компания обращает внимание казахстанцев на подобные случаи мошенничества и призывает граждан быть бдительными, отметив, что сотрудники ТО «Экибастуз Энерго» связываются с владельцами недвижимости исключительно по задолженности за электроэнергию. Уважаемые жители города «Экибастуза», сотрудники ТО «Экибастуз Энерго» никогда не связываются с потребителями по поводу установки счетчиков, замены и так далее. По телефону идет оповещение и предупреждение только о задолженности. Все предупреждения касаемо замены счетчика даются лично контролерам при посещении потребителя на дому. И контролеры не могут прийти просто с предложением поменять счетчик, и тем более они не будут просить потребителя продиктовать пришедший сообщением СМС-код. При посещении клиентов или потребителей электрической энергии, как мы их называем, в обязанности входит, во-первых, проверка правильности учета, правильности показаний прибора учета, которые передаются потребителям. Дальше сверка фактических показаний и показаний, по которым произведена оплата. В случае, если существует какая-то задолженность, то выписывается письменное предупреждение, дается срок для оплаты. Кроме того, посещение контролера связывается еще, так называемое, по заявкам потребителя. Это когда необходимо потребителю по каким-то причинам, допустим, снять пломбу для того, чтобы сделать ремонтные работы, перенести прибор учета в другое место, либо поменять прибор учета на другой, в связи с его выходом из строя или с течением срока работы этого счетчика. Поэтому вот такие вот работы производятся контролером при личном посещении. Руководство ТОО «Кибастус Энерго» очень не обеспокоено происходящими повсеместно фактами мошенничества и просят всех граждан перед тем, как диктовать какие-либо персональные данные предполагаемым мошенникам, перепроверить полученные сведения у оператора коммунального предприятия. У нас в последнее время участились такие случаи, когда потребители звонят и уточняют по поводу, как раз ввиду мошенничества, как в последнее время участились, привязали уже и гор-электросеть к этому, для того, чтобы выманить у потребителей какие-либо сведения, персональные данные по удостоверению, по ИИНу и так далее. Мы это знаем, что уже на нас ссылаются по поводу именно, что какая-то там электронная очередь формируется, и необходимо, чтобы мы внесли в эту очередь, значит, необходимо дать эти данные вот этим вот как раз мошенникам. Ну, такие люди, которые бдительные, они нам перезванивают и уточняют. Мы им, соответственно, даем ответ, что никаких мы очередей электронных не формируем, никаких замен не планируем, поэтому этим мошенникам давайте отказ, никаких сведений не давайте. Ну, телефоны, по которым можно сообщить, вернее, уточнить, наши ли работники там с ними связывались, это телефоны городские 34-00-20, 34-01-50, ну и сотовые телефоны, это 8-3-7-9-40-26-73.